Продолжение следует... Инфраструктуру основную. Все, кто у нас только подключился, я вам рекомендую перейти по QR-коду на наш Telegram-канал. Сканируя QR-код на экране, вы подпишитесь на наш Telegram-канал по группе «Бизнес». Все самые актуальные новости у нас располагаются именно там. Также вас там ждет небольшой опрос, который я вас прошу пройти. Мы с вами посмотрим, какие у нас ответы есть и постараюсь в рамках нашего вебинара озвучить побольше именно про то, что вас интересует. В нашем чате сейчас появилась ссылка на Telegram-канал, нас уже там очень много. Подписывайтесь, мы вас очень-очень ждем. Итак, меня зовут Максим Иванов, занимаюсь обучением и развитием в компании по группе, со многими из вас знаком. Многие меня где-то видели, слышали, наверное, надеюсь. Что касается круизных лайнеров, их очень люблю, путешествую. Смотрел лирику, фантазию, фантазию, мировые лисы сайт и вот надеюсь, что в скором времени удастся посмотреть MSCI World Class, который будет спущен на воду уже в 2022 году. Мы с вами разобрали его основную инфраструктуру. Запись нашего вебинара будет доступна на YouTube-канале PackExperts. Обязательно туда тоже переходите, подписывайтесь. Много обучающих видео, полезной информации. Все самое актуальное у нас находится там. Сегодня я вам напомню о наших возможностях, возможностях туриста, о том, что их ждет на борту. Как вы помните, бронируя круиз в компании MSCI, вы выбираете не только каюту, которая у нас идет, но и у нас с вами есть так называемые возможности. Каждой каютой, которая у нас написана на сайте, есть приписка. Вот Белла, Фантастик, Аурея и, конечно же, и Афт-клуб. Давайте я вам немножко напомню, что это такое для тех, кто-то забыл, для тех, кто сталкивается с этим первый раз. Что касается вообще круиза. В любом случае, какая бы у вас не была возможность, какую бы вы каюту не выбрали, Ваши клиенты всегда получают проживание, собственно, в каюте выбранной категории. Питание, полный пансион, фуллборд, завтрак, обед, ужин, перекус в течение дня, открытый шведский стол 20 часов в сутки. На шведском столе вы можете взять чай, кофе, воду. Там находятся специальные станции напитков, вот, куда вы можете 20 часов в сутки обратиться и, собственно, налить себе чашечку чая. Часто стоят тенны с кофе, вот, можете взять воду, с собой в бутылку, на путешествия, на экскурсию, куда угодно, в каюту. Все это доступно. Спортивные программы, комплексы и сооружения, которые есть на борту круизного лайнера, они также для клиентов бесплатны. Развлечения на борту и шоу-программы, вот, это тоже все у нас входит в любую возможность, какая бы у вас ни была. Детские клубы и развлечения для подростков, то есть работа детского клуба есть, проводится на МСЧ в классе, она будет с 9 утра до 12 ночи, да, то есть это тоже очень большой промежуток времени, куда можно отправить ребенка для того, чтобы он там нашел, чем заняться и развлекаться. И, конечно же, это накопление баллов МСЧ в Voyager Club. Voyager Club – это определенная карта лояльности, которая будет у клиентов, они могут ее завести на борту круизного лайнера при первом путешествии, потом они эти баллы будут накапливать, увеличивать свои статусы и получать больше привилегий, как до бронирования в виде дополнительных скидок, так и на борту в виде приятных комплиментов от круизной компании. Также напомню, что есть в МСЧ статус матч, это специальная программа перехода с других карт лояльности, это и морские круизы, речные круизы и даже карты крупных сетевых отелей. Если у клиентов что-то есть, заходите, регистрируйте их на МСЧ в МСЧ в Voyager Club и они получат карту статуса МСЧ, согласно статусу, который у них был в другой компании. Это тоже очень хорошо привлекает клиентов, работает, и они этим активно-активно пользуются. Что касается возможностей Беллы, какие у нее есть нюансы? Даже те, кто уже раньше продавал круизы, но за последние полтора-два года немножко с этим делом приостановился, я напомню, что у круизной компании были небольшие изменения. Итак, на сегодня что у нас происходит? Если вы бронируете категорию Белла, то у вас нет возможности выбрать конкретную каюту. То есть у нас на сайте категория Белла, она отмечена, но если вы перейдете в описание, вы увидите, что там пусто. Это не значит, что нет категории Беллы, это значит, что вы просто не можете выбрать каюту, и какая это будет каюта, к какой площади, на каком этаже, с каким типом дополнительных мест. Мы это с вами тоже все обязательно разберем. Не этажа, а палубы правильно называть, да? Вы это найти там не сможете. Вы бронируете просто возможность и категорию Белла из разряда без окна, с окном или там балкон, да? Вот, то есть вот эта вот возможность, она не подразумевает теперь выбора конкретной каюты, но напомню вам, что если вы выбираете возможность с выбором каюты и бронируете, например, 11-513 каюту, да, то ее ни в коем случае нельзя прописывать в договоре с клиентом, потому что кроисная компания правит поменять этот номер, сохранив категорию возможность. Вот, но сам номер может поменяться, то есть каюта может быть другая. И это работает скорее как примечание к заказу, нежели основу бронирования. Такое происходит нечасто, но тем не менее происходит, поэтому большая просьба обращать на это внимание. Номер каюты – это примечание. Нет возможности выбрать смену ужина. Я напомню, что на борту Мочевод Европы у нас с вами будут два огромных буфета, четыре основных ресторана, где клиенты в рамках своей концепции питания фуллборда могут бесплатно пойти и поесть. И когда мы говорим о основных ресторанах, которых там четыре штуки, то клиенты ходят в определенную смену. У нас с вами, напомню, огромное количество пассажиров, больше шести тысяч, и все в одно время, если придут, будет некомфортно, им придется ожидать. Поэтому круизная компания разделяет два времени ужина. Обычно это происходит либо в шесть часов вечера, либо в восемь часов вечера. Смена ужина работает именно на вечернее время. И если клиент выбирает по категории Белла, вот куда его круизная компания поставит, на шесть или на восемь, время может меняться в зависимости от экватории, порта там и лайнера, то есть это все примерно, плюс-минус полчаса там может быть. Вот, он выбрать не может. Если он забронирует фантастика, то выбор смены предварительно он есть. Обслуживание в каютах за бесплатной доставкой 24 часа в сутки, вот здесь этой возможности нету, да, у Белла. Мы подразумеваем, что они едут просто на минимальных, да, то есть они экономят на каюте, но при этом у них есть возможность отправиться в круиз. И завтрак к каюту также не предоставляется. Что касается фантастики, здесь у нас с вами появляется конкретизация каюты, то есть мы можем выбрать определенный номер каюты в рамках выбранной категории, выбрать палубу, которая там идет, ну, например, по, не знаю, каюта без окна, фантастика, 12-я, 14-я палуба может быть. Вот клиенты выбирают конкретное. И все из доступного в онлайне вы можете выбрать. Вот там эти все номера не прописаны. У нас уже есть обслуживание в каютах с бесплатной доставкой 24 часа в сутки, но сами блюда платные, да, обращаю на это внимание. Вот, но обслуживание это есть. Услуга заказа завтрака в каюту. Я крайне рекомендую воспользоваться этой услугой хотя бы один раз, просто попробовать, что такое вот это из себя представляет. Это вечером вы оставляете специально заполненную анкетку, вешаете ее на дверь. Вот, и утром, в то время, которое вы обозначили, вам на подносе привозят настоящий вкусный завтрак. И вы можете позавтракать, например, у себя на балконе. Это очень здорово, это привлекает, это запоминается. Вот, все это выглядит очень красиво, эстетично, поэтому если клиент никуда не торопится, да, если ему не нужно бежать там на экскурсию, он не хочет ожидать чего-то, вот, то такая услуга есть. Либо заказать завтрак чуть пораньше. Это тоже все возможно. И здесь у нас с вами появляется приоритет при выборе смены ужина, да, то есть вы можете самостоятельно уже при бронировании выбрать смену в 6 или там 8 вечера, условно, первую или вторую смену, да, клиенты хотят. То есть эта ремарка уже работает. Это на возможности фантастика. На возможности Аурея. Ко всему тому, что я перечислил, у нас появляется собственный лаунж и зона отдыха только на классе Орд. На другом классе такая возможность не предоставляется. То есть там у Аурея есть только топ солярий, это просто же зонки, которые стоят на отдельной зоне. Здесь прям целый лаунж и зону, мы ее с вами на прошлом вебинаре разобрали. Входит в стоимость термальная зона MSG Аурея и SPA каждый день без ограничений на любого туриста с возможностью Аурея. То есть это уже зашито в стоимость, клиенты могут ходить. Напомню, что это тысяча квадратных метров, огромная инфраструктура с возможностью отдыха и релакса на борту круизного лайнера. Нет привязки к смене питания. Это называется My Choice с круизной компанией MSG. Это значит, что в основном ресторане выделяются отдельные столики, и клиент может прийти на свой ужин не только в 6 или в 8. Если он захочет, он может прийти в 7, в 7.30, в 8.20, ну и так далее. В рамках работы ресторана. Там есть определенное время, не ранее которого, не позже которого может он прийти. Но вот в диапазоне между этими временными рамками он может прийти в любой момент, и для него будет столик, где он может покушать в основном ресторане, который входит в концепцию фуллборда. Это выбор My Choice. И приоритетная посадка на бор, то есть это действует для круизной карты MSG Voyager Club Diamond, и вот Aurea, ну и, конечно, у Яхт-клуба, как правило, отдельные стойки, а у Aurea и MSG Voyager Club Diamond у них получается такая красная ковровая дорожка, они в обход основной очереди могут проходить, и проходить быстрее регистрацию. Данная услуга доступна не во всех портах, вот, это все зависит от порта посадки-высадки, и работает именно при регистрации, то есть по Aurea отдельного выхода, там, или что-то такого, оно, как правило, не предусматривается, но все равно карта работает, и, возможно, гораздо лучше. Также в номерах MSG Aurea, любой какой номер вы выберете, будут халаты и тапочки. Это тоже важный момент, клиенты многие не хотят брать с собой халаты, они достаточно объемные, многие сейчас путешествуют налегке, вот, и тогда у Aurea в этом отношении очень, конечно, подойдет. Ну, и перейдем с вами к размещению, потому что Яхт-клуб я оставил на сладкое, да, в конце нашей презентации мы обязательно его рассмотрим, потому что там действительно есть на что посмотреть. Вот, что касается выбора вообще, как, выбора каюты, как читать схему лайнера, назовем это так. У нас с вами на сайте в разделе «Морские круизы», лайнеры MSG Cruises, если вы выберете и кликните туда, вы найдете весь список лайнеров, перейдете в MSG Европу, выберите палубу, это можете сделать, как и системы бронирования, перейти по ссылке, либо вот самостоятельно вот так выбрать. Выберите палубу, увидите, что есть нумерация палуб, вот, и попадете вот на такую схему. Схема имеет цветовые, да, идентификаторы и вот всякие такие вот важные обозначения, которые вы видите у каюты. Кружочки, ромбы, треугольники, квадраты, то есть, вот здесь перемычки, буковки «Б», вот это вот все, что вы здесь видите, это называется легенда каюты. У нас сейчас информация на сайте по MSG World обновляется, поэтому некоторые моменты меняются, но в целом то, что вы видите сейчас, является наиболее актуальным. Также вы видите, что каждый из кают имеет определенный цвет, красный, оранжевый, зеленый, салатовый, розовый, разные, да, которые идут, это именно относится к категориям кают. Вот вы видите, что у нас с вами здесь оранжевый цвет, например, да, видим здесь красный цвет, видим вот здесь зеленый цвет, видим вот здесь. То есть, это и есть та самая каюта с номером, которую можно выбрать, начиная с фантастики. Нумерация идет, как и везде в отелях, первые цифры – это палуба, вот, первые две, да, там, и последние три – это конкретно номер каюта уже, которая там есть. Если, кстати, все время задаем эту загадку, все больше людей знает ответ, какого номера палубы нету на борту круизной компании MSG, именно потому что они итальянцы. Вот, молодцы, знаете, точно. Несмотря на то, что во всем мире 13 принято таким несчастливым числом, у итальянцев это число 17, вот, и поэтому 17 палубы вы никогда не встретите. Вот, обращаю ваше внимание, что идет 16, а потом 18. Это не ошибка, это действительно так, круизная компания никогда не делает 17 палубу, она или пропускает. Что касается у нас с вами вот этих вот обозначений, вот здесь вот, да, которые идут, вы их, описание их можете найти вот здесь, в условных обозначениях. Эта информация также дополняется, вы здесь пока не увидите круглых таких вот кружочков. Вот, они скоро появятся, все задачи уже поставлены, но как только мы получаем эту информацию от MSG, мы ее добавляем на сайт. И также вы здесь увидите еще цветовые обозначения в балконах кают, мы на этом тоже подробно остановимся. И вот буковки, которые вы там видели, B, T, тоже будете встречать, P, вот это. Это относится к типу балкона, вот, виду или к там ванной комнате. То есть, ну, разные обозначения, разные обозначения здесь указаны. Все это все можете найти, посмотрите, почитайте, тут все достаточно понятно. Что касается у нас с вами типов дополнительных мест. Я вам напоминаю то, что на борту круизного лайнера в каютах всегда поставлены две кровати вместе или раздельно по желанию клиента. И это касается любой категории кают. Кают по технике безопасности, эти кровати, они к полу не привинчены, назовем это так, по-простому, да. Поэтому, если у вас едет, например, люди, которые хотят спать на раздельных кроватях, они просто, когда заселяются, говорят своему батлеру, ну, батлер это назовем, наверное, неправильно, рум-сервису говорят о том, что им нужно раздельные кровати, и эти кровати им раздвинут, поставят между ними тумбочку. Если клиенты заехали, у них, например, King Size стоит, да, они видят, они могут попросить его раздвинуть, не проблема. Или, наоборот, стоит твин, могут попросить его сдвинуть. Тут никаких проблем у клиентов не возникает. Что касается дополнительных мест. Дополнительные места на круизном лайнере всегда регламентируются. Они зависят от площади каюты и вот от этих обозначений, да, которые вы видите. Дело в том, что, например, поставить дополнительное место на ребенка в двухместную каюту, то есть оно там не подразумевается, невозможно, это нереально. Поэтому здесь вот этот тип дополнительного места, он всегда описан. Если у нас с вами инфант едет, и нужно поставить люльку, я напомню, что это можно сделать не во все каюты, это бесплатная услуга, и она обязательно требует предварительной резервации. То есть, когда бронируется каюта с инфантом, вы запрашиваете люльку на инфанта, мы вам отвечаем, можем мы поставить или не можем. И если не можем, то мы ничего с этим сделать тоже не можем, потому что в каюте она просто, значит, не уместится. Очень важный момент, обращайте на него внимание, то есть приехать с инфантом на борт круизного лайнера и сказать, поставьте мне люльку, что ее поставят, это не факт. То есть инфант, возможно, придется, будет спать с родителями вместе на одной кровати. Что касается дополнительных мест, которые у нас с вами идут, они имеют вот такие обозначения, это треугольник или ром, это тип раскладной диван. Здесь эта фотография не MSC Word, кроме вот этой одной, мы с вами на этом типе каюта обязательно остановимся, но просто, чтобы вы понимали, как это выглядит. Это вот такой диван, который либо одноместный, то есть там просто верхушка вот так переворачивается, она уже застелена, либо двухместный, но совместный, да, то есть у нас с вами этот диван раскладывается либо вперед, либо вбок, не имеет значения, но суть в том, что это раскладной диван, который либо одноместный, либо двухместный, вот, который подразумевает, что если едут, например, дети, например, они разнополые, и они на дополнительном месте, вы понимаете, что, значит, дети будут либо спать на одной кровати, либо там мама с дочкой, папа с сыном на дополнительном месте. Они полноценные, большие, без каких-либо тут нюансов с точки зрения размеров, но нужно понимать, что они совместные. Если мы говорим с вами про откидные кровати, которые обозначены одним или двумя квадратами, соответственно, одна откидная кровать и две откидные кровати, они выглядят примерно так. Они могут из стены откидываться, либо иногда в некоторых сьютах, я тоже видел такой формат, из потолка прям выезжает такая вот кровать, и, собственно, готовится, когда номер коснул вашим рум-сервисом, а это все застелите с клиентом, самим застеливать ничего не надо. Это все делает рум-сервис, то есть он может убрать, разобрать, это как бы без проблем. И есть вот такие еще обозначения, это кружочки. Кружочки – это двухъярусные кровати. Это либо кровати вот в такой нише, что на Мэщерборд Европы представлено не очень часто, но бывает это в основном на классе Меравили, вот такая ниша. Вот там, собственно, зона подсветки, все это есть, вот такая шторка, ну, как бы выглядит это так. Либо это диван, который раскладывается наверх, то есть специальная конструкция, которую вот так вот поднимают, и по лесенке на второй этаж можно завязать. Эти двух места не только на детей, но и на взрослых, чтобы вы понимали, да, то есть если у вас едут 4 взрослых в одну каюту, то тип доп. мест не меняется. Он будет точно такой же, с теми же самыми нюансами. Вот. На это обращайте внимание, смотрите легенду, читайте, вот, проверяйте ту каюту, которую вы бронируете, какой там тип дополнительных мест. То есть если у клиента есть проблемы с передвижением, вот, возрастной клиент, да, мы выбрали на прошлом вебинаре, уже такое сделали, обзоры, и чаще выбирают именно клиенты старшего поколения, то на это обязательно обращайте внимание. И давайте сейчас заодно посмотрим, что у нас в Телеграм-канале, какие типы кают, вот. Если вы сейчас зайдете в Телеграм-канал, на который вы подписались, можете подписаться сейчас по ссылке, там прошло у нас голосование, какой тип кают чаще всего выбирают, и выбирают у нас с вами с балконом, да, больше 48% у нас участников опроса ответили, именно выбрали такую категорию, на них мы, конечно же, подробно остановимся. Вот. Что касается вообще типов кают, вот к ним мы с вами и перейдем. На МСЧ-ворк Европа есть как основные типологии, с которыми мы уже с вами работали, сталкивались, бронировались, вот, так и новая категория кают. Их будет два типа, это променадная каюта и каюта с открывающимся окном. Вот такая вот интрига, обязательно вам расскажу. Что касается внутренней каюты, мы помним с вами, что это каюта без окна, то есть там вообще нет окна, и там работает, ну, многие переживают, что будет душно, нет центральной системы кондиционирования, она работает очень хорошо, все фильтруется, специальные технологии, и поэтому душно там никогда не будет. Вот. Единственное, если утром проснулись, понять, какое сейчас день или ночь, не очень понятно. Вот. И, ну, как бы это просто, наверное, единственный нюанс такой, но многие внутренние каюты предпочитают уже такие, знаете, опытные путешественники, которые понимают, что в каюте они будут находиться минимум времени. На каюте MSC World Европа, в каютах MSC World Европы есть возможность тренирования одноместных вариантов, и они есть как во внутренней каюте, так и в каюте с окном. Вот здесь, на этой фотографии вы видите, как выглядит одноместная каюта. Очень важный, кстати, момент. Многие клиенты, опять же, возрастные путешествуют в одиночку, не с кем, да, подруги на дачу, не хотят никуда ехать, или друзья, поэтому выбирают одноместные каюты. Их не очень много, сразу скажу, но, тем не менее, они есть и представлены, наверное, в максимальном количестве, которое я видел в MSC вообще в целом. И вы видите цветовой идентификатор и так называемый индекс каюты, да, ИС. Вот это и есть код бронирования, который нужен нам, и по нему вы можете определить, какой тип каюты у вас где идет, проверить номерам по схеме и прочее. Около 10 квадратных метров эта каюта. Здесь, по сути, не диван, а такая полноценная кровать, полуторка, с хорошим матрасом, поэтому все будет комфортно и удобно для размещения. Здесь всего одна кровать, понятно, никаких откидных, ничего вот этого нет. Внутренние каюты дальше у нас с вами классические варианты размещения от двух до четырех человек. Как правило, во внутренних каютах дополнительные места у нас, конечно, идут откидные, потому что площадь кают там до 15 квадратов, и это не позволяет там разместить какие-то полноценные раскладные диваны. Поэтому чаще всего во внутренних каютах дополнительные места представлены откидными кроватями. Одна, две, там уже в зависимости от конкретной каюты. Есть три, да, у нас с вами идентификаторы, это и R1, и R2, вот, то есть это тоже вы видите. Что касается возможностей, это внутренние каюты у нас с вами уже бронируются под Белло и под Фантастику, да, то есть Фантастика с возможностью выбора смены ужина, завтрака в номер, конкретные каюты, все это есть. У Белло просто тип, вот какой он будет, какой площади, а это известно становится только вот номер каюты при выдаче круизного билета. Что касается основных мест, напомню, что либо Twin, либо King Size по желанию клиента уже на месте. Внешнее с окном. У нас с вами есть окно, это окно не открывается, оно бывает круглое или прямоугольное, в зависимости от того, где находится эта каюта, нос, корма или там середина лайнера, да. Вот, в зависимости от этого форма самого окна, она меняется, но суть нет, окно не открывается. У нас с вами есть и одноместная каюта, да, здесь площадь около 12 квадратных метров, но, как вы видите, тоже с полноценной кроватью, то есть не диван, а именно кровать. Вот большое зеркало позволяет визуально увеличить площадь каюта, полноценная ванна, ванны размеров везде одинаковые, вот ванная комната, поэтому тут тоже проблем никаких нет. Ванная комната, как правило, представлена полноценными дышевыми такими кабинами, капсулами, со стеклянной загородкой, то есть все выглядит очень хорошо. К большому сожалению, фотографии ванной комнаты, ну, с чего в класс у нас пока не представлено, но мы ждем, я надеюсь, скоро эта информация появится. Что касается внешней с окном, опять же, да, двух-четырех местных, это категории вот ОБ, ОР1, ОР2, отличаются они между собой именно выбранной возможностью. Возможности между собой в чем, да, различаются, то есть это высота, как правило, каюты, на какой палубе она находится, чем выше, тем дороже, и площадь, чем больше, тем дороже, в рамках одной категории. То есть на самом деле вы видите много этих цветовых идентификаторов, видите эти индексы, кажется, что можно запутать, но все очень просто. То есть вы смотрите кают, например, внешний с окном, и понимаете, что ОР2 всегда будет дешевле, чем ОР1, ОР1 будет всегда дешевле, чем ОР2, потому что ОР1 находится ниже, и он поменьше по площади. То есть чем дороже категория, тем она лучше расположена, и тем она больше все абсолютно логично и понятно. И во внешних каютах с окном у нас с вами дополнительные места могут быть представлены и в том числе раскладными диванами. Здесь на фотографии вы краешек этого дивана видите. Ну там еще будут фотки, диваны, в принципе, стандартные в разных категориях по размеру, поэтому я вам тоже покажу, на схеме тоже этот диванчик виден. То есть здесь уже площадь 15-16, то есть 3-4 место можно поставить. Но и внешний с окном также представлены, бывает, каютами с откидными дополнительными местами. Просто смотрите по легенде этой каюты у нас на сайте. Что касается внешний с окном. Вот здесь у нас еще одна появляется категория, это новинка этого класса. Мы долго-долго проверяли, действительно ли это так. И я не знаю другого круизного морского лайнера, у которого каюты с окном имели бы открывающиеся окна. Это на самом деле уникальная концепция, новинка. Мы на это смотрим очень-очень хорошо. Мы рады, что такая категория появилась. В чем ее особенность, да? У нас с вами, ну, во-первых, появляется вот такая зональность. Мы видим, что у нас диван теперь отгорожен некой, ну, условно, перегородкой. Но, тем не менее, это создает большее количество уюта в каюте. Порядка 20 квадратных метров площадь внешней с окном. Они есть на двух возможностях. ВЛ1 – это возможность фантастика, и ВЛА – это возможность аурея. Совсем-совсем недавно, буквально несколько дней назад, мы получили от МСЧ изменения. Еще на сайте это изменение не произвели. У нас пока там написана категория ВЛ2 и только фантастика, но будет не так. У нас будет категория ВЛА с возможностью аурея. То есть внешнее с окном с возможностью аурея. Это тоже нечасто такое встречается. Клиенты, которые хотят поехать в ауреи, теперь могут несколько сэкономить на категории каюты. Потому что каюты с окном, несмотря на то, что она открывается, все равно более бюджетны, чем балконная каюта. В чем же особенность этого окна? Если вы сейчас посмотрите на слайд, посмотрите вот на эту фотографию вот здесь, вы видите верхнюю часть, которая в закрытом состоянии находится, как панорамное окно такое огромное. Потом, если необходимо, вот эта верхняя часть уезжает вниз и получается так называемая балюстрада. Кто-то иногда может назвать это френч-балкон, бывает, что ван степ, да, называется один шаг. То есть, по сути, это без возможности выхода, но при этом с доступом свежего воздуха, морского. Это очень классно. Такого не было никогда и нигде. И получается, что вот эта вот балюстрада, она тоже прозрачная. То есть такое большое панорамное окно, которое открывается. Это очень здорово. Я на самом деле рекомендую обратить внимание на эту категорию кают, она очень интересная. И здесь вот дуб места, да, то есть диван, там надо посмотреть по легенде, либо вперед будет раскладываться, либо наверх, в зависимости от выбранной конкретной каюты. Вот, поэтому тоже, да, обращайте внимание, увидите инфинити, понимаем, что окно, часть окна этого у нас открывается, оставляя степлянную балюстраду. Вот, ну, как в поезде, наверное, можно так сказать, но сравнивать с поездом точно не нужно. Вот, это гораздо все выглядит стильнее, интереснее, комфортнее. И, ну, на самом деле, я думаю, что это будет пользоваться большой популярностью, такая категория кают. Поэтому, если клиент захочет, то нужно это делать заранее бронировать. Каюты с балконом. Каюты с балконом у нас здесь в классическом варианте, можно под Беллу, Фантастику и Аурею. Каюты с балконом имеют чаще всего дополнительные места в виде дивана, который раскладывается там вперед или вверх. Балконы абсолютно разных, абсолютно разную площадь имеют, от 3 до 10 квадратных метров. Вот, все зависит от того, какую вы категорию выберете. Здесь вы видите наверху у нас с вами обозначение BB, BR1, BR4, BA, BP. Это все категории, которые, индексы, которые относятся к балконной каюте. Их на MSC World Европа, наверное, самое большое количество, которое я видел, если мне память не изменяет, более 67% кают балконные на MSC World Европа. Потому что, как показывает наш с вами опрос, это самая востребованная категория кают. Площадь там порядка 17 метров, основной каюты, основной ее части. А вот площадь балкона различается в зависимости от палубы и местоположения этой каюты. И может быть вот от 3 до 17, там до 10 метров, да, то есть балконы бывают достаточно большие. Балконные каюты есть на всех возможностях, и Белла, и Фантастикой, и Аурея. Что касается вот этих цветовых идентификаторов, о которых я сказал в самом начале нашего вебинара, у балконных кают есть нюансы. То есть если мы с вами посмотрим по схеме, то мы увидим, что есть каюта с балконом, у которых есть серый, темно-серый, светло-серый и такой голубой цвет. Это именно цвет балконов на схеме, не самой каюта, а именно балконов. Я бы хотел вам немножко разъяснить, что это такое. Если вы видите частичный или боковой вид, это подразумевает 15-16 палуба вот в этой нише, которая находится у круизного лайнера. И это считается частичной или боковой, потому что здесь падает сверху тень. И вот эти вот виды, они считаются несколько ограниченными. По виду, по сути, это ничем не отличается от восьмой палубы, но из-за того, что это под козырьком, они идут вот с таким ограничением. На тоже это можно обратить внимание и посмотреть на схеме, и выбрать, если необходимо, другую каюту, если клиенты захотят, или им это принципиально. Металлическая балюстрада. В самом носу нашего лайнера мы видим, он такой эстетический, очень красивый, приятный. Но дизайн вот этот накладывает определенные ограничения на вот эти каюты. И здесь у нас с вами появляется не прозрачная стенка у балкона, а металлическая балюстрада. Вот, то есть здесь просто балкон не прозрачный. Это тоже надо иметь в виду, это вот касается носовой части. И бывает еще примечание, что стеклянная и металлическая балюстрада. Здесь я вот разместил фотографии, чтобы понимали. Нижняя часть у нас не прозрачная, а вот здесь наверху ветрозащитное стекло. У нас лайнер идет быстро, в открытом море ветер достаточно сильный. Поэтому если бы здесь не было стекла, находиться на балконе было бы очень некомфортно. По этой причине вот это стекло, оно не позволяет ветру продувать ваш балкон, но при этом вы все равно имеете доступ к свежему воздуху и безумно красивому виду на носу круизного лайнера. Это в основном вот такие ограничения касаются кают, которые находятся вот здесь. Это просто вам для понимания, вы увидите эти цветовые идентификаторы на легенде, чтобы понимали, где это и как на ворд-классе находится. Итак, и еще одна новая категория, которая называется каюта с балконом, вид на променад. Есть каюта с видом только на променад, есть каюта с видом на променад и на море. Естественно, мы понимаем, что если у нас променад и море, то они находятся в кормовой части. Вот так выглядит променад. Вы помните, да, у нас там больше ста кают с видом на променад. Этот променад я вам показывал на нашем предыдущем вебинаре. Здесь есть выход на балкон. При этом стекла у балкона, они имеют зеркальное отражение. То есть вы не вас, да, не вы там другую каюту не увидите, что в ней внутри происходит, даже если штора открыта. Вот, но при этом у вас стекло изнутри, оно прозрачное. То есть вы будете видеть и море, и променадную часть, которая там идет. То есть вот такое светоотражение там предусмотрено. Вот, поэтому ощущение вот этого окна в окна, которое может вызывать некоторый дискомфорт у клиентов, оно здесь отсутствует. Эти каюты с балконом, они считаются выше по уровню, чем обычные балконные каюты. Я имею в виду с точки зрения площади. Многие клиенты, я думаю, что будут пока присматриваться к этой категории, она не очень понятна. Но я уверен, что особых проблематик у клиентов в этих каютах не возникнет. У нас с вами здесь балконы небольшие, 3-5 квадратных метров, но площадь у них достаточная. 16-17 квадратных метров. И обращаю ваше внимание, что на схеме здесь отмечено как отдельная гардеробная вот такая. Балконы имеют вот такую форму. То есть здесь получается вид не окно в окно по прямой, а подразумевается, что клиенты будут смотреть немножко вбок. Да, вот находясь на таком выступе балконом, им будет абсолютно комфортно и удобно. Вот, что касается нашей еще одной категории, да, это сьют-джуниор, это террасные сьюты. Они уже встречались на борту, ну, на бортах других лайнеров. Но здесь, чтобы вам для понимания, джуниор-сьюты подразумевают огромный балкон площадью от 13 до 17 квадратных метров, и достаточно часто там размечаются лежаки. Это, как правило, нижняя палуба. Вот нишу, помните, я вам показывал, где у нас были каюты с ограниченным видом? Вот в этой нише внизу, по-моему, на уровне восьмой палубы находятся вот эти джуниор-сьюты. То есть у них, получается, вот эта часть, да, выступающая такая на всю вот эту нишу вперед, это и есть вот эта вот терраса. В основном их не очень много, но они есть. И они все идут с категории Aurea. Индекс у них SM. И такой вот бледно-оранжевый цвет. Вот, а что касается дополнительных мест, опять же, там у нас с вами идут, как правило, раскладные диваны. Еще по поводу променада. Я с вами иду по возрастанию, грубо говоря, цены, наверное, правильно так надо сказать, поэтому немножко перескакиваю по поводу вида, но чтобы понимали, что мы с вами от самой бюджетной до самой дорогой каюты идем. Сьюты с балконом, с видом на променад и на море. Здесь обращаю ваше внимание, что площадь у балкона больше, чем у променадной каюты. Вот, и эти каюты есть однокомнатные или двухкомнатные категории SPR или SLP. Дело в том, что вы будете, по сути, бронировать одну или две комнаты в зависимости от количества человек. То есть выбрать здесь конкретику по номеру каюта вы также сможете. На схеме двухкомнатный или однокомнатный сьют он также показан. Но, как показала практика бронирования, четыре человека в однокомнатную вы не можете поселить, как и два человека в двухкомнатную. Ну, то есть, если у вас есть два клиента, вы вроде бронируете одну категорию, при этом он говорит, я хочу зону гостиную только двухкомнатной, вам система просто на два человека эту каюту не предложит. И если у вас будет три, то тогда да, тогда появляется у нас такая вот вторая, грубо говоря, гостиная, где будет раскладной диван и спальня у нас здесь с вами изолирована межкомнатной дверью. Я думаю, сьют будет востребован, будет спрашиваться, просто имейте в виду, что два человека вот в такую каюту не получится поселить. Сьют большой, 28 квадратных двухкомнатный, 21 квадрат однокомнатный, и балкон у них примерно одинаковый, порядка 7 квадратных метров. Тоже на это обращайте внимание. Что касается сьютов Аурея, да, он так у нас, собственно, идет. Возможность Аурея, 25 квадратных метров, 4-метровый балкон, здесь можно разместить до 6 человек, и у нас с вами появляются, помните, кровати в нише, которую я вам показывал, не раскладной вверх тиван, а в нише, как на Месчиммеровиле по маляруме, если помните, такие вы были. У нас здесь с вами есть такая большая душевая камина, у нас с вами идет диван, который может вперед раскладываться, кровать одна или две, там, по желанию туристов, вместе раздельно поставлены, точнее. И вот здесь вот две кроватки, одна под другой, то есть раз, два, три, четыре, пять, шесть мест. Вот так вот 6 человек в этой каюте могут разместиться. Часто, кстати, спрашиваем мы возможный вариант размещения на большие семьи. Сейчас у нас там трое-четверо детей в семье, абсолютно нормальная практика, поэтому я думаю, что такие каюты тоже будут востребованы. Гранд сьюта, это в основном каюты, вот, ну, по схеме там надо посмотреть, но чаще всего это носовая часть, ну, есть либо кормовая, либо носовая, и в серединке таких у нас с вами сьютах нету. Это вид на море, это балкон 8-9 квадратных метров. И обращаю ваше внимание, что вот выход вот на эту маленькую часть, он будет закрыт. Здесь, как правило, панорамное окно, а вот здесь у нас с вами выход на основной террасу, то есть окно большое панорамное, но без выхода вот на эту маленькую часть, она тут даже огорожена специально, да? То есть мы говорим о площади вот этой, 8-9 квадратных. Выход есть, панорамные окна, как бы все красиво, замечательно. Есть зона гардеробной, большой санузел, ну, то есть все необходимое, да, вот банкеточка есть, все необходимое для комфортного времяпорковождения здесь у нас с вами присутствует. Гранд сьют с террасы у нас, вы видите, да, вырастает вот эта вот часть, то есть зона балкона увеличивается, причем значительно, от 25 до 35 квадратных метров, это действительно очень много, да, практически площадь еще одной каюты, вот, ходи, гуляй, отдыхай, получай удовольствие. Зона гардеробной также присутствует. И у нас это все с вами идут возможности аурея, да, то есть чем больше категория, тем выше категория, тем чаще встречаются ауры, в основном она у нас с вами там и будет. Гранд сьют с террасой добавляется у нас с вами джакузи. Джакузи на балконе, на борту круизного ланя, мне кажется, это мечта многих, вот, а площадь здесь балкона уже до 46 квадратных метров может быть, и отдохнуть на собственном джакузи после экскурсионной программы, вот, вечером, да, это, мне кажется, огромное удовольствие, и я думаю, что будет востребовано у большого количества клиентов. То есть если кто не хочет идти на массовые мероприятия, уже устал, нагулялся, там, где-нибудь в море, он просто хочет отдохнуть, ну, а то, пожалуйста, welcome в свое джакузи, да, на балконе. Ну, конечно, это все очень-очень здорово. И по поводу MSG яхт-клуба. Я бы вам хотел показать сейчас ролик для того, чтобы вы немножко впечатлились, и, кстати, на MSG World Class лестница с Кристаном Сваровским теперь есть только в яхт-клубе. В обычных зонах в эту лестницу не встретите. Вместо притяжения вообще любого, да, человека, который ведет Инстаграм, вот, делает фотографию из отпуска, была лестница Сваровским на лайнерах, сейчас вот она только в яхт-клубе, то есть это особо привилегированная зона. Давайте я вам сейчас покажу небольшое видео, вы немножко впечатлитесь, настроитесь, и потом более подробно про него расскажем. Спасибо. Вот такой вот ролик. Я думаю, что он производит впечатление, несмотря на то, что это пока вот все такое, ну, скажем так, компьютерное, но мы уже имеем представление, что же такое яхт-клуб. Звук, коллеги, ну, мы видео вам скинем, ссылочки на видео, вот, честно, не помню, было там видео или нет, вот, ой, был там звук или нет. Вот, что такое яхт-клуб? Напомню, что эта концепция эксклюзивная, она есть только на МСЧ вообще всех морских круизов. Она подразумевает собственную зону на носу круизного лайнера с лучшими сьютами на лайнере, собственным рестораном, зоной отдыха, барами. В эту концепцию включены гораздо больше услуг, чем в какую-либо другую, и в эту зону не может попасть другой человек, только если его яхт-клуб не пригласил, и то там, если места есть, то есть пригласил, опять же, там, в какой-то, на ужин, например, да, то есть это тоже не все так просто, и действительно туда попасть можно только, если вы купили такую возможность. У них, собственно, а-ля карт ресторан. Этот ресторан работает на завтрак, обед и ужин, да, в течение дня подаются снейки в лаунже, которые там идут. У нас с вами здесь появляются включенные уже напитки. Это пакет премиума экстра, он подразумевает напитки, любые напитки до 13 евро в любой точке лайнера. Вот, более подробно вы можете почитать у нас на сайте. И в каютах ежедневно пополняемый мини-бар. Многие спрашивают по поводу, что будет в мини-баре, это зависит от акватории и даже порта посадки. Но если у клиента есть особое пожелание, он может их сказать своему собственному батлеру, который у него будет, и тогда эта круизная компания постарается учесть. Это лучшие сьюты, действительно так, носовая часть, панорамные виды, красивые, большие каюты, вот, но и там даже мы встретим внутренний сьют, я вам его покажу. И, конечно же, там включено посещение термальной зоны, мочевого и спа ежедневно, без ограничений, все это есть. Услуги батлера и консьержа. Вот мне нравится там такая интересная опция, как сбор и разбор чемодана, да, вот такой тоже можно. Газеты в номер вам привозят, бронируют экскурсии, бронируют трансферы. Но делают все, чтобы клиенту было максимально комфортно. То есть если клиент привык к высокому уровню сервиса, то это только MSC и Афт-клуб. Потому что здесь мы с вами видим, что у нас он есть на Фантазисе, сайдами равили воды, вот, но если клиент привык отдыхать в лайнерах, ну, не на лайнерах, а просто там пятерках люксовых в Эмиратах, на Мальдивах и в Турции, то, конечно, Яфт-клуб. Потому что на основном лайнере, мне кажется, ему может показаться немножко шумновато. Ну, такой как бы эффект есть. А в Яфт-клубе всегда тихо, спокойно, релаксно, прям замечательно. Никакой обекотни, толкотни, все очень-очень комфортно. Приоритетная посадка и высадка, если это позволяет порт, делают отдельные стойки регистрации, иногда прям отдельные даже коридоры. Открытая солнечная палуба и панорамный салон. Это мы все говорим о том, что зона у нас с вами закрытая, да, и есть свой небольшой бассейн, есть такие как тень создают, тенты, да, которые там натянуты, свои лежаки, то есть не надо ничего искать, все комфортно, тихо, чинно. И в МСЧ Яфт-клуб входит у нас безлиминный интернет-пакет на два устройства. То есть, ну, например, у нас два человека, два телефона. Вот на два телефона можно поставить бесплатный интернет-пакет. Или на, можно поставить на, не знаю, планшеты на телефон, да. Вот, ну, как-то так. Что касается, у нас эти пакеты, они на сайте прописаны, и описание всех этих возможностей у нас есть. Давайте посмотрим немножко фотографии, вы видео посмотрели, увидели. Ну, вот, давайте с вами закрепим, да, основные моменты. У Яфт-клуба, конечно же, отдельная ресепшн, отдельная рецепция. Туда люди приходят, проходят регистрации, делают необходимое бронирование, если необходимо, и задают дополнительные вопросы, если таковые есть. Там же находятся службы батлеров, либо можно позвонить, они всегда придут, помогут, расскажут. Ну, то есть, это прям отдельный мир, отдельная зона. Вот так вот выглядит зона отдыха. Достаточно большое количество лежаков, которые подразумевают отсутствие проблем с их бронированием, ну, не бронированием, а как бы прийти и найти себе лежак в пехт-клубе можно всегда. У нас с вами есть бассейн, есть джакузи, навес, бар собственный, лаунж, который там идет. Это все у нас Яфт-клуб. Как вы видите, зона достаточно большая, комфортная, на самом носу лайнера. Лучшие виды гарантированы любому клиенту, отдыхающему там. Вот он бар. Это есть открытая площадка, есть лаунж, закрытый бар. В зависимости от погоды клиент выбирает пакеты напитков. Здесь работает премиум экстра, да, который я вам показал, про который я уже сказал. Ну, и за дополнительную плату при необходимости клиенты также могут взять все, что здесь необходимо. Напитки премиум класса всегда, естественно, в Яфт-клубе присутствуют. То есть, это все не выходя из своего собственного мира, да, и мальч Яфт-клуба. Что касается сьюта внутреннего, да, в Яфт-клубе очень часто он вызывал вопросы, зачем нужен внутренний сьют, все-таки клиенты там такое бронировать не будут. Мы чаще всего сталкиваемся с чем? В связи с тем, что вход в зону Яфт-клуба, он закрыт, да, для туристов с другими возможностями, а клиенты, которые там путешествуют, очень часто с собой берут няню, иногда охрану, вот. Иногда клиентам не принципиально вообще каюта, им только Яфт-клуб для того, чтобы вот эту эксклюзивность получить. Или бронируется основная семья, а родители там говорят, что нам вообще все равно, но чтобы всем находиться в одной зоне и пользоваться услугами одной зоны Яфт-клуба, выбирают вот эти внутренние ситы. То есть, это возможность оставить эксклюзивность, но при этом сэкономить на самом размещении по каким-то своим задачам и целям. Есть одно или двухместное размещение, то есть здесь уже понятие откидные кровати, оно отсутствует. Что касается у нас с вами Сьют-делюкс Яфт-клуб, он у нас идет порядка 25 квадратных метров, балкон площадью порядка 5 квадратных метров. Здесь у нас уже, возможно, с вами диваны раскладные, либо там вверх поднимаются, все надо смотреть по легендам самой каюта. Ванная комната здесь больше, чем в классических номерах с балконом, но и, как вы видите, обстановка здесь несколько иная. То есть, внутреннее убранство Яфт-клуба, оно, конечно же, отличается в лучшую сторону. Вот, и меню подушек у нас с вами есть, и халаты, тапочки, это здесь обязательно. Что касается косметики, кстати, тоже частый вопрос. МСЧ отказывается от одноразовой истории, это флакончики, там, да, что-то такое. И сейчас ставят дозаторы, а косметика у них разная. Мы сталкивались с разными брендами, плюс у них есть своя собственная виния косметическая у МСЧ. Вот, поэтому здесь какой-то, ну, красивыми брендами, названиями я похвастаться не могу, но, тем не менее, косметика очень часто очень качественная и возражений у клиентов никогда не вызывает. Это все обязательно у всех каютах есть, у Яфт-клуба, ну, и в обычных стандартных, конечно же, тоже это все присутствует, но у Яфт-клуба это все сделано побольше, получше и как-то более шире представлено, наверное, назовем это так. Что касается Сьюта Дуплекс, как вы помните, Дуплексы у них появились тоже на Мировире и относились к возможности Аурея. Сейчас их из Урея убрали, оставили только Яфт-клуб. Очень интересная каюта, она идет до четырех мест размещения, значит, у нас с вами есть зона гостиной, в зоне гостиной находится диван раскладной вперед или наверх, душ, есть зона гардеробной, выход на балкон, потом по лесенке поднимаетесь, попадаете вот здесь вот на второй этаж, и там неизолированная, незакрытая спальня с большой ванной уже на взрослых, то есть тут реально два уровня. И здесь, как вы видите, находится окно, то есть вот он, второй свет, вот она наша лестница, второй свет, здесь виден краешек вот этого уголка мягкого со столом, и здесь просто окно, вот он, это окно у нас с вами, да, то есть мы с кровати видим в окошко все, что у нас там происходит. А на первом этаже идет у нас с вами зона именно терраса. Здесь видно джакузи, это наша вот следующая категория, просто там другой фотографии, к сожалению, не было, просто для вашего понимания. Вот она стеклянная балюстрада, вы поднимаетесь сюда, сразу попадаете в зону спальни, вот оно окно, и здесь у нас появляется с вами вот такая терраса, и подъем на эту террасу идет вот с нижней части, то есть здесь идет джакузи, вот оно, вот она лестница, поднимаетесь наверх, попадаете на вторую террасу. Вот этот все дуплекс джакузи, то есть у него две террасы, а здесь шестлонги, загорать, отдыхать тоже можно, то есть вообще в принципе в зоне общественных бассейнов можно особо и не ходить. Вот, также две ванные комнаты и возможность размещения до четырех человек, общая площадь 46 квадратных метров жилая, скажем так, и балкон там 28-30 квадратных метров, ну действительно очень большой и вот такой вот двухуровневый. Будете искать на схеме, будете видеть, что это 16-я, 18-я палуба на носу, чаще всего они там представлены, 17-ю, напомню, пропускаем, да, поэтому вот 16-я, 18-я, не трехэтажная каюта, двухэтажная, потому что 17-й палубы просто нет. Вот, но вход у нас с вами здесь есть как с 18-й палубы, так и с 16-й, у нас с вами два вот таких вот входа, то есть клиенты могут и там, и там заходить, это не проблема. Вот такие категории. И последние пару категорий, которые у нас остались, Seed Royal, они все с джакузи, в двух вариантах, различаются между собой немножко площадью, основной площадью балкон, то есть 51-42 балкон, 58-51 балкон, да, чуть побольше, чуть поменьше, но по сути внутренняя их обстановка, она примерно идентична, просто у кого-то зона гостиной чуть-чуть побольше, у кого-то террасы чуть-чуть побольше, джакузи есть у нас и там, и там, ванная комната представлена, да, вот в единичном варианте, здесь-здесь раскладные дополнительные места тоже присутствуют, зона гардеробной тоже есть, ну, то есть для тех, кто любит больше времени проводить в каюте, чем в общественных зонах, он здесь представлен, ну, конечно, роскошь, она есть везде, обращаю ваше внимание, что есть еще такие обеденные столики, куда можно заказать сервировку и доставку в номер еды, это тоже очень классно, тот же завтрак у себя на собственной террасе, потом в джакузи, потом спокойненько выйти на экскурсию, прогуляться, посмотреть, вернуться к себе в замечательную каюту, это, конечно, супер. А МСТ Яхт Клуб, напомню, может пользоваться инфраструктурой всего лайнера без каких-либо ограничений, пакет напитков у него также везде работает, то есть на анимацию они все ходят. И самые большие, самые крутые сьюты, сьют-оунарс Яхт Клуб, также представлены в двух вариантах, у одного террасы побольше, у другого площадь номера побольше, выбирайте по конкретным номерам, стоимости у них одинаковые, тут просто кому что, да, размещение до четырех человек, площади большие, спальни изолированные, есть зоны гостиных, сервировка на террасе, все это присутствует, фотографии вот здесь есть, один в синих тонах, другой в зеленых тонах, здесь, к сожалению, не вместилась фотография, у них есть такая очень интересная концепция, но я думаю, что они ее сохранят, это такого прозрачного джакузи около стены, вот, ну такая, не знаю, насколько это будет востребовано, но интересно, то есть там видно, как часть джакузи прилегает к стеклянности, к панорамному стеклу, то есть, ну, интересная концепция на самом деле. И самое главное, что вы всегда с нашего сайта, зайдя в описание категории кают, на MSG World Class'е можете перейти на 3D-панораму и погулять по самой каюте в формате 360, посмотреть вокруг, зайти в общественную там зону, да, посмотреть, что есть в каютах, они это сделали на MSG World Class'е в первую очередь, вы всегда можете зайти и посмотреть, как это все выглядит вживую. То есть, многие здесь у нас фотографии, это принтскрины как раз из этой панорамы, поэтому заходите на сайт, выбираете MSG World и Европа, и гуляете по каютам, наслаждаетесь видом, очень легко продавать по таким панорамам клиентам данные категории. Здесь также есть барные стойки, все это представлено. Что касается у нас с вами вообще вебинаров, да, мы с вами прошли размещение, давайте как резюме, наверное, подведем итог. Что же у нас есть? У нас есть все категории кают, которые представлены всегда были. Это внутренняя каюта, каюта с окном, каюта с балконом и всевозможные сьюты. У нас с вами появляются две новые категории. Это инфинити каюта с окном, где у нас с вами окно опускается вниз, и появляется такая эффект прозрачной балюстрады, такого френч-балкона. У нас с вами появляется каюта с видом на променад и с променадом на море. Это не внутренний, не внешний, да, это отдельная категория кают. У нас с вами остались все те же самые возможности, которые были. Бэлла, Фантастика, Аурей и Яхт-клуб. На были мы не можем выбрать категорию кают и смену питания. У нас нет услуги завтрака в каюту. На Фантастики у нас все это есть. Аурей у нас включает посещение спа, халат и тапочки. Яхт-клуб у нас включает дополнительно к этому всему еще и пакеты напитков, интернет и мини-бар, который у нас идет, и закрытую зону. То есть, в принципе, вот для общего понимания, на MSG World Europa можно найти формат отдыха для любой категории клиентов. Так как у вас чаще всего спрашивают каюту с балконом, здесь их самое большое количество из всего флота MSG. Поэтому вот Европа позволяет отдохнуть всем категориям клиентов на любой вкус, цвет и кошелек. Я вас приглашаю на наш следующий вебинар, который состоится завтра, 17 августа в 11 утра. Мы ждем вас на обзор маршрутов MSG World Europa. Все маршруты, которые мы завтра разберем, два будет по зимним и летним акваториям с русскоязычными группами. Расскажем вам про правила просадки, про протоколы безопасности, про формат экскурсии, всевозможные визовые нюансы, которые есть. И покажем, где вы сможете найти MSG World Europa в ближайший год. Да, и продажа уже открыта. Спасибо большое за ваше внимание. Будем мы рады услышать ваши вопросы в чате. Мы еще здесь остаемся. Ну и, конечно же, до встречи на наших будущих вебинарах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok